Дональд Попадается на измене только тот, кто уже не любит свою жену. Мистер Лампрос скончался. Я Дональд, его шофер. Мистер Лампрос оставил мне указание. Квартира должна быть свободна. Вынужден попросить вас уйти. Я тебя видел. Я вывел полуголую девицу из квартиры покойного босса. А её бывший муж, психопат и наркоторговец, женится на девчонке, которой 15 лет. 16! И что будешь делать? Опять сбежишь? Чтобы спасти сестру. С благословения твоих родителей, тысячи людей станут свидетелями моего брака с Мириам. Она готова вернуться в прошлое. Дональд, мы нашли любопытное видео на телефоне отца. У нас в Дэме был уговор, я была секретарём. Стану юристом и всё закончится. Мне нужна ваша помощь, чтобы стереть все мои следы. Представь, что начнётся, если об этом узнают. Где Эмбер? Я не знаю. Говори, где Эмбер? Или стреляй. Между довериями и предательством. Почему ты держал меня в тайне, Дональд? Найди в себе смелость, наконец, сказать правду. Ты никогда не расплатишься за всё, что я сделала. Между семьёй и свободой. Им правда не нужна. Плохих людей ждёт плохое будущее. Я предлагаю тебе выход. Этой свадьбе не бывать. Лежит истина. Кто она такая? Все говорят, ты плохая. Гэбриэл Бирн, Сибилла Дин и Харви Кейтель. Это твоя ложь нас до такого довела. После твоих похорон я всё равно выдам Мириам замуж. Мне дали поручение, и я считал, что как только я его выполню, я буду свободен. Почему тётя назвала тебя дьяволицей? Потому что я люблю играть с огнём. Ложь, которую мы говорим.